Отходит обоина. Вот оно все мокрое. Оно все капает. Проблемы с крышей начались у семьи Лукьяновых именно весной. Как только температура за окном поменялась с минуса на плюс, вся растаявшая вода потекла внутрь. Первый раз я вызвала 7 марта. Пришел в итоге посмотреть крышу сантехник. И они говорят, что ваша крыша на ремонте, ждите пока у вас будет делать ремонт. Все. На этом все закончилось. По словам Татьяны, дозвониться до диспетчера невозможно. А проблема так и осталась нерешенной. В первый раз семья ставила на подоконник таз, чтобы в него стекала вода. В противном случае капли могли попасть на проводку и вызвать короткое замыкание. К тому же сантехник, который пришел устранять поломку на крыше, по словам Татьяны, посоветовал установить под шифер железку, чтобы вода не попадала в квартиру. Ситуация повторилась 23 марта. Вода течет с самого утра. Добиться нигде ничего не могу. Все говорят, ждите. Посылают в другое место, перезваниваешь, там такая же ситуация. То есть всем безразлично. У кого что происходит? За что вообще платится вот эта вот ЖКХ? За что им оплачиваются? За то, что они никак не реагируют и ничего не делают? У семьи Лукьяновых двое детей. Из-за высокой влажности заболели оба. Из-за протекающей крыши страдает не только Татьяна. Умывальник, сушилка и другие помещения. Краска на стенах уже облупилась. Проводка постоянно промокает. По словам жителей дома, новая лампочка перегорает уже на следующий день. А в душевую и заходить страшно. С потолка ничего не отваливается? Ну, как видите, вот куска там нету. Кусок уже улетел. Хорошо ни на кого не попал. Что дальше ждать неизвестно. Может, ты здесь будешь мыться, и он просто возьмет и отвалится. В душевой комнате настолько высокая влажность, что дышать становится тяжело. С водой же постоянные перебои. Как говорят жильцы, проблема в самом доме. Ремонта здесь не было 15 лет. Дом номер 6А по улице Чернышевского двухэтажный. И страдают абсолютно все. Полы на первом этаже уже прогнили. Все, у нас все туда улетает. Вот они все доски, вот они все двумя. Управляющая компания берет за обслуживание большие деньги. Вот только здесь ничего не делается. Вот, допустим, я плачу, вот у меня трое прописано, я плачу около 5 тысяч за вот эту комнату. И вот за эти вот полы, получается, за воду, вот за весь этот хлам. Управляющая компания «Теплостроинвест» приняла дом на баланс в сентябре прошлого года. И за все это время ситуация никак не изменилась. Мы стали ходить по их заявкам. Начали проводить в их квартире, что им нужно там поменять. Разумеется, то наших силах и то, что мы должны делать, мы менять начали. Понимаем, их не заешь. Что там трубы, которые там потекло, то наши. Текущие трубы предоставили с собой частичная замена аварийной трубы. Ситуация. А где там заменена труба? Поконкретнее. А зачем я буду их менять, если там у них более-менее трубы нормально стоят? То есть трубы менялись? Ага, это уже капремонт. Так вы только что сказали, что трубы менялись? Аварийная ситуация. Я говорю, аварийная ситуация. Директор управляющей компании так и не смог точно ответить, поменялось ли что в доме или нет. Правда, если отправлять на ремонт крыши сантехника, то и неизвестно, какого результата можно добиться. Однако директор заявил, что за ремонт крыши обязательно возьмется. Я не говорю, что я от этого дома не буду приводить его в порядок. Я не сказал этому никому. Но идет все в порядке, тем более зимой. Значительно мы делаем пока. Те, кто стоял еще в очереди до них. А сколько таких домов? У меня их 43. А вот в очереди до Чернышев. Ну я рассчитываю, что я в мае уже не приступлю. Может даже к концу апреля. Как жить людям в доме до апреля, неизвестно. Здесь опасно находиться как на первом, так и на втором этаже. Складывается полное впечатление, что управляющая компания про дом просто забыла. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город.